привет мама и папа и все кто хочет послушать немножечко лутмана в моем исполнении может быть вы заметили что я включаю моцарта я не знаю просто интуитивно почему-то захотелось музыку моцарта я даже не знаю почему но оказалось что он как нельзя лучше наверное подходит на самом деле потому что это как раз вторая половина 18 века это то о чем мы здесь говорим и я просто вот для начала так сказать чтобы как-то немножко войти в дух это этой эпохи я включают музыку потом я ее отключу чтобы она не отвлекала и так лекция 3 лекция 3 я ее нашла то есть ссылку я тоже дам под моим видим ссылку на передачу в которой лотман как раз эту лекцию произносит то есть посмотрите потому что там очень он интересно рассказывать я так немножечко кусочки просто вот прослушала посмотрела что там тоже картины показываются тех героев истории о которых он говорит я может быть тоже что-то найду для для своего видео чтобы было немножечко интереснее нагляднее смотреть потому что конечно просто слушать текст книги я представляю себе наверно скучно но для меня тема безумно интересная поэтому приглашаю вас садитесь оставьте свои дела и погрузитесь вместе со мной в этот очень-очень интересный мир русской культуры вместе с юрием михайловичем лотман и так лекция 3 добрый день продолжим наш разговор мы в прошлый раз говорили о том как менялся развивался и складывался нравственный облик человека 18 начала 19 века мы говорили человек а я все время говорил о мужчинах но и женщина той поры не только была включена в этот поток изменяющейся жизни но и играла в нем все большую большую роль женщина тоже очень менялась конечно женский мир отличался от мужского прежде всего тем что женский мир был выключен из государственной службы женщины не служили чинов не имели хотя государство стремилось как-то распространить чиновный принцип и на женщин полковница статская советница тайная советница но это скользило по поверхности мир женщины был миром чувств миром детской миром хозяйства однако он тоже не походил на допетровский быт прежде всего первое последствие реформы это стремление изменить внешний облик внешне приблизиться к типу западноевропейской женщины меняется одежда появляется обязательный парик парик кстати для того чтобы он хорошо сидел надевали на стриженную голову вы часто видите на картинках красивые женские прически это чужие волосы парики пудрили в пиковой даме помните старуха графиня хотя действие происходит в 30-е годы 19 века одевается по моде 70-х годов восемнадцатого и там у пушкина есть фраза сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы действительно так оно и было платья вы уже видели другие и другой образец и другой образ поведения в этот период женщина стремилась как можно меньше походить на своих бабушек и на крестьянок царила искусственность женщины много тратили сил на изменение внешности причем моды были разные купчихи например красили зубы в черный цвет и в купеческом обществе это считалось красивым такой низкий или средний вкус в более европизированном обществе конечно зубы не красили но на лицо налепляли мушки мушки это маленькие черненькие штучки их делали из тофты или из бархата куда прилепить это имело значение мушка в углу глаза означало я вами интересуюсь мушка на верхней губе я хочу целоваться поскольку в руках женщина еще был веер а веер тоже имел значение если его резко закрыть это означало вы мне неинтересно то комбинация мушек и движений веера позволяла кокетничать дамы кокетничали они вели в основном вечерний образ жизни при свечах приходилось использовать много макияжа много краски потому что при свечах люди бледнеют да еще в петербурге с его вредным климатом поэтому у дам уходило много за год наверное с полпуда румян белил и разных подобных вещей красились очень густо так как у нас может быть только для киносъемки краситься в этот период женщина еще не привыкла много читать еще не стремилась конечно в массе были уже писательница к внутренней духовной жизни духовные потребности удовлетворялись старым образом церковь церковный календарь посты молитвы конечно все люди до конца восемнадцатого века до эпохи вальтерианство были верующими это было нормально и в определенном смысле создавала нравственную традицию в семье но семья очень быстро подвергалась поверхностному европеизму женщина считала нужным модным иметь любовника без этого она как бы отставала от чего-то кокетство балы балет пение вот женские занятия очень быстро в верхах общества устанавливается обычай не кормить детей грудью кормят кормилицы и ребенок вырастал почти без матери конечно не в провинции конечно не у какой-нибудь помещицы у которой 12 человек детей и 30 человек крепостных а у дворянской петербургской знати но и здесь происходят быстрые перемены где-то к семидесятым годам восемнадцатого века над европой проносится дыхание нового времени зарождается предромантизм и особенно после сочинений руссо становится органичным стремиться к природе к естественности в сознании начинает проникать мысль о том что добро заложено в природе что человеческое существо созданное по образу и подобию бога рождено для счастья для свободы для красоты появляются ампирные платья которые вы видите они просты и не напоминают роскошные юбки с фижмами корсеты тяжелые парчевые одежды они делаются из легкой ткани рубашка с очень высокой талии под грудью это представляется естественным такая мода начинает проникать после руссо как бы смесь крестьянской одежды с античной затем ее пропагандирует эпоха революции павел первый пытается остановить моду а мода очень сильная вещь на последний ужин перед тем как его убили марии мария федоровна его жена приходит запрещенном европейском платье простая рубашка высокая талия открытая грудь открытые плечи дитя природы на портрете лопухиной не случайно вместо привычных нам портрета или бюста императрицы или пышного архитектурного здания колосья ржи и васильки девушка на фоне природы это платья которые позже стали называть онегинскими но они раньше вошли в моду как раз на рубеже двух веков прическа тоже другая женщины как и мужчины кстати в этот период отказываются от париков в моде естественные волосы меньше гораздо меньше косметики вообще идеально чтобы косметики не было потому что входит в моду бледность красавица восемнадцатого века пышет здоровьем и ценится дородностью кажется что женщина полная эта женщина красивая и крупная женщина настолько считается идеальным образом красоты что портретисты некоторым пририсовывают пышные формы если женщина худо а мы это можем установить по профилям или по другим портретам то на торжественном портрете ей прибавят полноты теперь в начале девятнадцатого века модна и нравится бледность здоровье кажется чем-то вульгарным и жуковский скажет мила для взора живость цвета знак юных дней но бледный цвет тоски примета еще милей женщина должна быть бледной мечтательной нравится чтобы в мечтательных голубых глазах виднелись слезы и чтобы женщина читая стихи уносилась куда-то в более идеальный мир чем тот который ее окружает в этом много моды много поверхностного но очень много было и важно во первых стремление к естественности оказало значительное влияние на семью женщины и в этом заслуга руссо начали сами кормить детей во всей европе кормить детей стало признаком нравственности хорошей матери более того начали ценить ребенка это очень заметно по детскому костюму не было детской моды детей одевали в маленькие мундиры шили маленькие взрослые одежды у детей должен был быть взрослый мир само состояние детства это то что надо было очень быстро пробежать тот кто задерживается в состоянии детства тот метрофан недоросль он глуп руссо сказал однажды жалуются на состояние детства мир погиб бы если бы каждый из нас раз в жизни не был ребенком появляется представление о том что ребенок это нормальный человек появляется детская одежда детская комната мысль о том что играть это хорошо даже взрослым надо учить играли и серьезность надутого педанта учения с помощью розги это все противоречит природе в домашний быт вносится отношение гуманности уважение к ребенку и вносит это в основном женщина мужчина служит он молодости офицер и дома бывает редко наездами потом он помещик в отставке и занят по хозяйству или на охоте а детский мир создает женщина для того чтобы создать этот мир ей нужно много пережить ей нужно стать читательницей происходит удивительная вещь мы можем точно сказать когда в 1770 90-е годы в значительной мере под влиянием двух людей николая ивановича новикова и николая михайловича карамзина женщина становится читательницы я вам приведу один пример у меня в руках мемуары известнейшей женщины анны евдокимовны лабзиной лабзина она по второму браку жена очень известного человека масона президента академии художеств он был уволен в отставку потому что когда предложили избрать в академию аракчеева лабзин спросил какое имеет аракчеев отношение к академии художеств ему сказали яко лицо близко государю тогда он сказал а я предлагаю кучера илью как лицо ближайших государю александр первый всю жизнь ездил с кучером ильей за это он вышел в отставку анна евдокимовна его жена была женщина властная с очень суровым характером она оставила мемуары но мемуары касаются раннего детства и ее первого замужества вышла она замуж рано 13 лет муж ее карамышев очень известный химик в ту пору было редко чтобы дворянин был химиком создатель коллекции минералов в сибири очень много занимался но она этого ничего не заметила она видела только что он играет в карты он был много старше ее что у него любовница и помнила что в ответ на ее упреки он ей говорили говорил заведи себе любовника она была воспитана в старинном церковном духе с матерью жила в провинции по монастырям и это все странно дико этот европейский быт она говорит как же так он ей отвечает глупо я тебя люблю а любовница мне как он выразился для натурального удовольствия вот такая странная для нее жизнь но для нас сейчас интересно другое сразу после замужества она практически девочка от мужа который уезжает в экспедицию переселяется в дом к писателю хираскова хирасков романист пишет стихи и вот она вспоминает о том как она жила хирасков масот человек очень набожный здесь она опять начала молиться муж не давал молиться говорил что это только все суеверие живши у моих почтенных благодетелей все было возобновлено замечает она приучили рано вставать молиться богу утром заниматься хорошей книгой и дальше идет которые мне давали они сама выбирала к счастью я еще не имела случая читать романов ты не слыхала имени сего случилось раз начали говорить о вышедших вновь книгах и упомянули и помянули роман наконец спросила у елизаветы васильевны у жены хираскова о каком она все говорит о романе а я его у них никогда не вижу она думала что это имя человека что это роман какой-то тут мне уж было сказано что не о человеке говорили о книгах которые так называются но тебе их читать рано и нехорошо а когда в доме хираскова говорили о романах романы там были такие невинные такие скучные такие нравственные то ее уже замужнюю женщину выставляли из комнаты это 1770-е годы через 10 лет мать карамзина она умирает рано молодой оставит целый шкаф романов романы будут наивные но позже карамзин будет говорить что человек который плачет над судьбой героев не будет равнодушен к несчастьям другого человека в наивных смешных романах сквозила гуманистическая мысль и они действовали может быть лучше чем нравственные уроки изложенные в виде проповеди не случайно пройдет совсем немного времени и татьяну она видимо родилась около 1803 года если поэзию переводить на язык хронологии пушкин уже называет мечтательницей нежной с печальной думаю в очах с французской книжкой в руках пушкинская героиня живет в мире литературы воображаясь героиней своих возлюбленных творцов клариса юлия дельфиной татьяна в тишине лесов одна с опасной книгой бродит барышня 1810-х годов провинциальная барышня татьяна живет видимо где-то около пскова уже с книжкой в руках она перечувствует передумает то что чувствует и думают герои лучших литературных произведений недаром пушкин скажет и себе присвоя чужой восторг чужую грусть создается другой тип человека это очень хорошо показал рокотов на одном из первых романтических портретов портрете струйской я не могу не прочесть заболоцкого который по поводу этого портрета писал ты помнишь как из тьмы былого едва закутана в атлас с портрета рокотова снова смотрела струйская на нас ее глаза как два тумана полуулыбка полуплач ее глаза как два обмана покрытых мглою неудач соединение двух загадок полувосторг полуиспуг безумной нежности припадок предвосхищение смертных мук когда потемки наступают и приближается гроза со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза пройдет немного времени и мы увидим что молодая женщина девушка окажется способной на то на что мужчины связанные с государственной жизнью и службы смелые мужчины которые погибают на редутах окажутся неспособными когда на сенатской площади картечь разгромит коры декабристов и начнут и начнутся аресты и ссылки произойдет пожалуй самое страшное не аресты и не ссылки будут страшны интересно что те 120 с небольшим человек которые оказались в сибири нравственно и душевно сохранились гораздо лучше чем те кто избежал преследования они оказавшись они оказались в сибири ужасных условиях но им не надо было бояться самое страшное уже произошло а те в петербурге которые вчера еще вели с этими людьми свободолюбивые разговоры которые знали что только случайность их защищает от ареста что еще минута и все может поменяться тот кто сидит в петербурге в своем кабинете может оказаться в кандалах на каторге пережили десять лет испуга и общество деградирует мужчины начали бояться появился совершенно другой человек человек николаевской эпохи зажатый позже салтыков расскажет о том как герой снится что он спит а у него на голове выстроена пирамида из людей в мундирах государства и эта пирамида раздавила его голову и голова у него стала плоская а женщина не боится она пишет письмо бекендорфу как княгиня волконская пишет по-французски она светская дама и он светский человек генерал от кавалерии и он конечно никогда не позволит себе обидеть светскую даму и даже николай первый тоже джентльмен и тоже не будет требовать от женщины так того унижения которого он требует от своих подданных мужчин женщины оказываются более стойкими они сильнее душой они не боятся они едут сибирь на ужасных условиях их петербурге предупреждают что все дети которые будут рождены в будут записаны не дворянами то есть в крестьянское сословие их стращают тем что они будут беззащитны от уголовников позже декабристки будут вспоминать что чиновники гораздо хуже уголовников среди тех есть люди среди чиновников людей почти нет но это героическое поколение еще впереди а сейчас об их матерях которые мечтательницы нежные но без этих матерей не было бы этих дочерей говоря здесь в тарту нельзя не вспомнить трагическую вместе с тем очень характерную судьбу связанную с нашим городом судьбу маши и саши двух сестер протасовых потом одна из них будет из них будет мойер выйдет замуж за дербцкого профессора известного хирурга учителя пирогова замечательного человека очень теплые мемуары пирогов оставила нем а другая выйдет замуж гораздо хуже за профессора воейкова левоейкова увы не хорошего человека очень плохого но дело не в этом это очень интересная биография это биографии в которых невозможно отличить роман поэзию и жизнь жизнь станет воплощением поэзии и жизнь будет совсем не веселая жизнь будет очень трагической маша почти ребенком влюбиться в своего родственника поэта жуковского жуковский принадлежит с одной стороны к старинной дворянской семье его отец помещик бунин видимо дальний предок писателя ивана бунина чем иван бунин очень гордился а мать пленная турчанка сальха на положение как бы крепостной в общем то что тогда считалось сомнительным происхождением он незаконно рожденный фамилия у него не настоящая поскольку отец предложил бедному дворянину жуковскому который был у него приживалом дать ребенку свою фамилию воспитание жуковский получает очень хорошее как равноправный и более того в этом большом бунинской юшковска протасовском доме большое культурное гнездо и все женщины тетушки кузины все мало все молодые женщины а он один мальчик всеобщий любимец и не знает что у него от рождения на лбу есть печать до какой-то минуты пока вдруг ему не открывается что он не такой как все что у него нет тех прав как у других это ему преподносится под благовидными предлогами когда мать маши узнает об их любви а история чисто литературная многократно повторявшаяся описанная еще руссо в новой элоизе учитель разночинец у руссо но так или иначе учитель тогда был социально несколько ниже чем ученица влюбляется в ученицу она влюбляется в него но брак невозможен потому что общество имеет свои права свои предрассудки между жуковскими машей вырастает стена этот гостеприимный дом становится вдруг чужим жуковского мать маши берет тайное слово что он будет в доме терпим до тех только пор пока скрывает свое чувство это чувство будет долго мучительно проходить через всю жизнь она будет составлять содержание стихов жуковского и дневников маши их страстной переписки затем саша вот вы ее видите младшая резвуша прелестная которую в доме называют по имени героиня баллада жуковского светлана выходит замуж за приятеля жуковского терпского профессора вои воякова как я уже сказал плохого человека и все переезжают в тарту в дед маша выходит замуж за мойра он благородный человек щадит ее чувства глубоко ее почитает моер не только прекрасный хирург он друг бетховена он музицирует это не проходимец вояков это благородный человек создается мучительная романтическая ситуация жуковский приезжает в дерпт отношения с машей всегда свято платоническое но чувства очень мучительные затем маша ждет ребенка и умирает в родах она похоронена здесь в дерпте могила ее сохраняется и тут на этой могиле жуковский ночью написал одно из лучших своих стихотворений ты предо мною стояла тихо твой взор унылый был полон чувства он мне напомнил о милом прошлом он был последний на здешнем свете ты удалилась как тихий ангел твоя могила как рай спокойно там все земные воспоминания там все святые о небе мысль звезды небес тихая ночь девушка и женщина 1820-х годов в значительной мере создавала нравственную атмосферу общества когда мы говорим о том откуда берутся люди декабристского круга которых герцен назвал поколение богатырей выкованных из чистой стали мы находим много причин и исторические события и войны и книги но еще и детская комната и гуманистическая атмосфера которая так неожиданно ворвалась семейную жизнь конечно не вовсю не следует думать что таких людей было очень много были и дикие помещицы и было больше были и милые тихие люди совсем неплохие но весь смысл жизни которых был в солении огурцов и заготовлении на зиму продуктов старосветские помещицы очень уютные добрые но то что в обществе уже были люди живущие духом и в значительной мере это были женщины создавала совершенно иной мир но несколько слов надо еще сказать и о детях в этом мире складывалось и особое детство детям начали как я сказал шить детские кафтанчики дети начали играть но очень рано дети читали вообще трудно указать время когда книга играла бы такую роль как в конце 18 начале 19 века книга ворвалась в жизнь только в 1780-е годы в россии начал выходить первый детский журнал его издавал по инициативе новикова карамзин вместе с петровым а к началу к началу девятнадцатого века книга уже была обязательным спутником детства и это были интересные книги конечно дети как женщины читали романы как правило женская библиотека женский шкаф это было первое детское чтение романы кружили голову в романах были героические рыцари которые спасали красавиц служили добродетели и никогда не преклонялись перед злом и ребенок начинал с книжных впечатлений это очень легко соединялось со сказкой которую он слышал от няни одно не противоречило другом затем появлялись другие книги плутарх для детей плутарх известный античный автор автор биографии для детей потому что это были избранные биографии римских и греческих героев ребенок только что переживший первую волну чтения почувствовавший себя средневековым рыцарем крестоносцем воюющим с маврами или же побеждающим колдунов рыцарем который борется с великанами кстати очень рано в детскую библиотеку вошли дон кихот и робинзон круза принимается за плутарха и здесь вот есть сноска что книга называется так плутарх хиронийский о детоводстве или воспитании детей наставление переведенная с елина греческого языка 1771 год переведено степаном писаревым и вышла в санкт-петербурге 1771 году молодые муравьевы будущие декабристы уже в школе мечтают уехать на сахалин который им кажется необитаемым островом и основать там идеальную республику чока они собираются начать историю заново там не будет ни господ ни рабов не будет денег они будут жить ради равенства братства и свободы но еще большее обаяние для них имеет героический образ римского республиканца в одних мемуарах есть трогательный рассказ будущий декабрист никита муравьев которому 6 лет на детском полу стоит у стены и не танцует детские балы это были особые балы которые проходили в первую половину или в середине дня в частных домах или у танцмейстера и йогеля туда привозили и совсем маленьких детей 6 7 лет но там плясали и девочки 12 13 или 14 лет которые уже считались невестами потому что 15 лет это уже возраст замужества поэтому помните как войне и мире на детский бал у йогеля приходят прибывшие в отпуск молодые офицеры ростов и денисов потому что там уже барышни а вместе с тем детский бал веселее там все проще там нет этикета и поплясать на детском балу было очень очень интересно так вот маленький никитушка будущий декабрист когда маман разумеется разговор идет по-французски спрашивает его а чего он не танцует то он в ответ спрашивает мама а древние римляне танцевали на что она ему отвечает конечно когда были маленькими после этого никитушка идет танцевать он еще не научился очень многим вещам но уже знает что будет древним римлянам римлянином и будет героем он еще плохо к этому подготовлю уже знает математику и географию разные языки одного языка не знает русского поэтому когда в 1812 году он еще мальчиком решил убежать в армию чтобы совершить героический поступок его сразу же мужики поймали и решили что это французский шпион отец его известный организатор топографической школы так сын несет с собой карты и кроме того по-русски не говорит и тут еще случился его гувернер француз он его начал по-французски окликать хорошо что не убили могли убить это особое детство которое создает людей уже заранее приготовленных не для карьеры не для службы людей которые знают что самое худшее в жизни это потерять честь сделать подлость это хуже чем смерть смерть ну что ж все великие римляне погибали героически и это завидно интересно когда генерал и псиланти грек на русской службы ему под лейпцигом ядром оторвало руку в 1821 году в кишиневе поднял греческое восстание пушкин писал он счастливо начал и мертвый или победитель отныне он принадлежит истории 28 лет оторванная рука цель великодушная завидная участь все завидно это что уже рука оторвана завидно потому что он уже а что значит оторванная рука он уже принес жертву ради свободы будет записан в истории люди живут для того чтобы их имена записали в историю они для того чтобы выпросили царя лишнюю тысячу душ как в детской комнате создается новый психологический тип благодарю за внимание я не удержусь на этот раз сказать немножко своих впечатлениях не удержусь мне кажется это совершенно замечательно это очень трогательно вот эта глава особенно как-то трогательно наверное потому что я сама женщина и мать и как это все знакомо что русские дети не говорят на русском языке хотя у нас конечно по другим причинам и как знакомы вот эти все романтические наверное идеалистические воззрения на жизнь на мир на смысл жизни и на то ради чего стоит жить и ради чего не стоит и еще мне кажется что несмотря на то что вот это все он говорил ну когда 30 лет назад или может быть что-то около того мне кажется вот очень многое как будто вот говорится прямо сегодня в сегодняшнем дне и какие-то даже параллели можно провести вот с восемнадцатым веком началом девятнадцатого века да мне кажется вот с настоящим нашей страны настоящим сейчас я вижу очень много параллелей на самом деле вот эти новшества и люди которые приспосабливаются и люди которые не желают приспосабливаться и как одно поколение не может возникнуть если бы не было предыдущего и как все на самом деле действительно взаимосвязано действительно логично и на самом деле нужно видимо и неизбежно мне кажется что это очень очень глубокие очень глубокие и по истории в чем-то конечно же и по культурал по культурологии но и также по духовности лекции просто настоящие настоящая духовность я думаю что я буду читать все с огромным огромным удовольствием не забуду ли все записывать но читать будут совершенно точно все эти лекции спасибо вам большое пока